приветствую вечер ну или утро однако всегда и новости и даже временами аналитика потому что мир вокруг нас вот он круглосуточно и никогда не спит почти весь ну так ведь как говорили в фильме дмб такая сегодня экологическая обстановка и не так же как в этом самом фильме лишь один сонный старик время от времени того бывает задремлет но по ситуации и вот собственно а еще кое-как действующим номинально президенте пока вроде соединенных ш а джо байдене главным антигерои новостных лент этой недели за которым не дреманным оком следить одно удовольствие они следить другое так вот а человек который за политической кулисой уже давно прятаться хочет но это у него никак не получается вечно его на полдороге охрана отлавливает а не нашим но очень дорогом константине устиновичи б из вашингтонского обкома который уже вроде как почти дмб давайте мы с вами в исключительно нашей традиционной международной рубрики лавров за гранью сегодня в основном и поговорим ибо на этой неделе выяснилось наконец не нами что дни его могут быть таки сочтены если конечно трампа и кеннеди не уберут тоже хотя кеннеди не привыкать но также выяснилось это что считать не уже байдена самого причем самое ближайшее окружение таки начала и вот во что это вылиться чистым формалином может это и обсудим тоже уже прямо сейчас разве что тем кто хоть в пол глаза youtube мониторит и нас тут увидал скажу еще пару слов вы на канал наш подпишите колокольчик нажмите и лайк поставьте глядишь и у вас еще пара тройка полуглаз на что-нибудь в этом мире по итогам просмотра да и откроется и начнем собственно самого начала с прогремевшего на этой неделе анонса байденовского окончательного конца начало которому на неделе прошлой может наложил в смысле положил доклад одного их него спецпрокурора мол рафик смысле джо не увиновен в том что секретные бумажки по всему дому и даже в гараже раскидывал ведь у него проблемы с головой и он не то что бумажки но и себя контролировать может не всегда да вот так прямо и сказал причем чтобы байдену помочь после чего американская вице-президент к камала харрис возьми да и заяви традиционно похихикивая это же чтоб шефу подсобить мол если что вы же товарищи американцы не бойтесь есть за плечами джо голова какая тяжесть панамы мономаха возьмет и с выдержит и если кто не понял это она прямым текстом на себя намекнула что всех и врагов и друзей кто ее знает в полный ужас сразу и привело ведь когда ошибался байден а делал он это часто со вкусом с толком с расстановкой в общем совсем это он как точно выяснили прокуроры хотя бы не со зла делал а с благими намерениями и лишь по причине старческих трудностей с одним органом в верхах а вот у камалы как прокуроры недовыясняли еще этих проблем скорее всего быть и не могло и не сможет причем и по причине ее относительной для американских элит юности и что важнее потому что что проблемы с чем-то иметь надо это иметь а авторка культовой фразы про наших сограждан людей и женщин и тирады мы будем работать над климатом вместе и мы продолжим работать вместе потому что мы должны работать вместе вот у нее и это даже к прокурору не ходи проблем с головой сразу видно никаких после чего дело довершила еще и пресс-секретарша белого дома карин домовенок жан-пьер какая на вопрос обращались ли вы к врачу после доклада спецпрокурора ну на предмет проверки здравого ума хранителя слегка ядерного чемоданчика не нашла ничего лучшего как ответить в стиле и шефа и камалы спецпрокурор наверное республиканец и он не доктор ведь он прокурор судить не его дело так еще и добавила чтобы шефа выгородить про врачей и их не тесты свои психические способности байден доказывает каждый день демонстрируя что он делает и что он думает а значит тесты зачем из-за чего всем стало еще более страшно ведь чуть не каждый день как раз все и наблюдают и что байден делает и как он думает после чего уже не специальный а вполне себе генеральный прокурор штата западная вирджиния и кстати как раз точный республиканец и как раз чтобы байдену помешать взял и предложил байдена без тестов от службы отстранить а камалу на пост запустить пущай мол полетает связи с чем у неискушенного в штатных перипетиях наблюдателя мог возникнуть вопрос даже два во первых кто из них байдену настоящий друг а во вторых может у байдена проблемы не с головой а с его нами людьми женщинами и прокурорами однако не в них всех дело а дело и главная проблема байдена в американских выборах которые на носу который на голове и до них у американцев времени как раз гулькин нос и осталось а если сейчас байдена снять то от демократов новый кандидат в гонке против трампа нужен будет а это же и избирателю объяснять что все время раньше про здоровье байдена все врали так еще и предвыборные бумажки плакаты и листовки и даже не секретные придется новой искать впрочем добить сонного старика камалу и прочих кажется удалось не их прокурором а путину который в интервью не такер кайлсону но тоже ушедшему на цитаты в американские сети возьми да и скажи что для роли президента сша байден подходит лучше для россии и теперь в американской предвыборной гонке главный аргумент против трампа а значит за байдена оказался выбит из голов напрочь ведь раньше американцам говорили что русские выборы вмешиваются чтобы демократам помешать а теперь они реально чуть-чуть вмешались чтоб старику джо помочь и вот от этого голова не только у байдена но и у американских сми явно пошла кругом а как далеко все это у них зайдет увидим в новостях ведь куда мы с этой планеты одних всех дембельнемся а потому и обсудим все в нашей с вами международной рубрики лавров за гранью где еще и на ваши вопросы я отвечать буду не как джо или камала или карин вот через один выпуск на традиционной пресс-конференции наоборот это когда вопросы с вас а с меня спрос пишите в минск коммунистическая 6 22 00 29 звонить на горячую линию унт а также шлите послание на электронную почту лавров за собакам мэйл ру и оставляйте комментарии на ютюбе я их все прочту и в первый же весенний день отвечу за все но это потом а пока пока ухожу чтобы глянуть что они все нам всем еще понапридумали на наше голову а для в